Всем огромный привет! Напоминаю, что в рамках совместного проекта цветочной фантазии я вышиваю эту картинку утренняя акварель, которая у меня в итоге пойдет на часы на кухню. И сегодня я хочу сделать отчет по этой работе. Так как совместный проект начался 1 февраля, подготовка у меня была еще сделана в январе, а об этом я уже выложила видео, вы можете посмотреть, я ссылочку оставлю в инфобоксе, если еще не видели. Я стала отшивать, ну так как девочки разрешали вступать в проект даже с начатой работой, я стала отшивать эти крестики, первые крестики, и нужно сказать, они так весело и дружно пошли, что где-то, может быть еще за неделю до февраля, я вдруг сообразила, что еще целая неделя, еще даже совместный проект не стартовал. А у меня было такое ощущение, что я могу его даже закончить до 1 февраля, поэтому усилием воли я отложила этот, занялась какими-то другими мелкими вещами, и потом уже после 1 февраля я к этому проекту вернулась. Вот показываю, что у меня вышилось на этот момент, а внизу у меня отшиты все крестики, если вы помните, я немножко отрезала внизу эту схемку, так как мне нужна была квадратная схема, это 1, и я решила, что можно пожертвовать вот этой надписью внизу. Ну, это никаким образом не повлияет сильно на дизайн, это 2. По сравнению с картиночкой, положу картиночку и саму вышивку, чтобы можно было сравнить. Вышивка, мне кажется, получается чуть потемнее, здесь тона слегка, хотя мне кажется, я уже об этом упоминала в своем первом отчете, вернее в подготовке. Здесь тона немножечко в другие оттенки. Ну, у меня такое подозрение, что когда Наталья Младецкая создавала свои дизайны, она пользовалась нитками DMC, а потом уже их переводили в гамму, и таким образом комплектовали наборы, и уже Панна продавала эти наборы в цветах гаммы. То есть в нитках DMC, наверное, это было бы больше похоже на то, что мы видим на титульном листочке. В гамме же это выглядит так, вот как у меня. В принципе, я вышивала его не так уж и долго. Я думаю, что это вот результат где-то недельной работы. В самый последний вечер я вышивала вот эти цветочки над... Справа над кувшином. Мне останется заняться ландышами и окошком сверху, так как это подоконник. Это очевидно, вот цветы стоят на окне, на подоконнике. То есть очевидно, что здесь какой-то такой желтоватый подоконник и желтоватая рама на окне. То есть мне останется довышивать эту раму. И потом я уже приступлю к бэку. Самое основное, это будет, конечно, превратить эту вышивку потом в часы. Но я думаю, что мы с этим справимся. Так как я спросила своего мужа, сможет ли он мне такую деревянную заготовочку сделать под часы. И просверлить дырочку для механизма. Вроде бы он согласился. Но когда я спросила, можно ли мне взять наши кухонные часы. Они у нас из Икеи. Мне кажется, вот по размерам подходящие. Единственное, что если даже где-то может быть размер... Надо прикладывать, надо смотреть все. Сейчас не буду... ...рассуждать по этому поводу. Просто хочу сказать, что в крайнем случае можно взять уже готовые часы. И в готовые часы прям их как-то разобрать. Натянуть вышивку на циферблат. Единственным остается вопросом, это сами цифры для циферблата. Я думаю, что здесь мне придется уже пофантазировать и проявить свою творческую жилку. Я думаю, что нужно будет найти какие-нибудь подходящие цифры. И хотя бы 12, 6, 3 и 9 вышить на этой вышивке. Или, возможно, сделать некую аппликацию. Возможно, здесь можно даже приклеить или пришить, скорее всего, пришить цифры из фетра. Но я пока еще об этом сильно не задумываюсь. Я думаю, что решение придет. Мне бы на данном этапе закончить вот эту вышивку. Это и весь мой отчет на сегодняшний день. Спасибо большое, что были со мной. Всем желаю прекрасного вышивального и рукодельного настроения. И до новых видео. Пока!